Приветствую вас. В вашей ситуации рекомендуется двигаться в двух направлениях. Направление первое касается профессиональной реализации вас, ну вашей профессиональной реализации. И, соответственно, становление себя как специалиста. То есть, я полагаю, что независимо просто у вас не хватает денег на пандус. Так, что вы ещё пишите? Что вы так из квартиры не выходите. Независимо просто у вас не хватает денег на пандус, если вы будете работать, если вы освоите какую-то профессию, то даже удалённо, то, скорее всего, какие-то средства у вас появятся, их уже можно будет откладывать на пандус и так далее. С другой стороны, вы можете, опять же, занимаясь профессиональной деятельностью, активно собирать средства, да, то есть, организовать какую-то благотворительную кампанию, благотворительной организации обратиться, то есть, всё, в принципе, это можно сделать. Вот. Главное, чтобы вы не циклились на, допустим, сборе помощи, ну, на сборе денежных средств, например. Вот. И чтобы вы занимались всё-таки, помимо этого, ещё и собственной реализацией, потому что, ну, помогают всегда охотно тем, кто сам что-то делает. Это первое. Второе направление, которое вам нужно, второе направление, в котором вам нужно двигаться, это в освобождении от комплексов, в освобождении вот какого-то каких-то стереотипов. Вот. И, значит, раскрытию себя. Что с вами необходимо раскрывать, раскрывать, в буквальном смысле слова, раскрывать себя. Вот. Уверенность в себе, скажем так, поддержка некого вот чувства своей самодостаточности важна только и... появится, точнее, не важна, а появится, только если вы, вот, именно вспомните, какие чувства, эмоции вы испытывали, когда это началось. Вот. Что касается наивности и идеалистичности, то это, в принципе, прорабатывается путем личностного роста. Вот. То-то у вас, значит, вы никогда не были в компании и вам они никогда не интересовались как девочкой, но связано с тем, что вы не ведете себя, вы не ведете себя как девочкой, вы считаете, что вы недостойны этого глубине души. Теперь я теряюсь, как себя вести, как попадаю в общество себе подобных. А себе подобных это... кого вы имеете ввиду? Инвалидов или, как бы, кого? Непонятно. Но вообще, вне зависимости от того, в каком обществе вы оказались, вести себя нужно в соответствии со своими, со своими предпочтениями, в соответствии со своими приоритетами. Вот. И ни в коем случае не передавать в первую очередь себя. Отвечения вставляют только, ну, какие-то, вот, такие... Отдельные общества, да, отдельные такие группы, отдельные такие места, компании, где есть определенные нормы, да, там, установленные, вот, которым необходимо следовать. Вот. Но это можно назвать этикетом, в принципе. Ну, я бы не сказал, что это прямо этикет, конечно. Вот. Я бы сказал, что это всё-таки, ну, немножко другая история, не этикет. Вот. Так что, на самом деле, очень легко вести себя в обществе. Все, как бы, средства, все ответы лежат у вас. Вот. Что касается общения и того, что с вами не хотим общаться, то, опять же, это зависит от вашего кругозора, от того, насколько вы развиты, насколько вы интересуетесь окружающим миром, трудами, теориями, знаниями и так далее. Ведь, поверьте, что знания, это, как бы, не привязаны к мобильности. Вот. Вот читайте, например, про Канта. Эммануил Кант. Он создатель одной из самых мощных голосов в течение. Вот. Но при этом он никогда не выходил за пределы своего города. Никогда. Вот. При этом он знал о мире всё. То есть дело здесь не в мобильности, а в том, чем вы интересуетесь. И чем вы интересуетесь именно для себя. Вот. Начните с построения своей философии. Хотя бы для начала основанной на идеалистичности. На идеалистичности вашей и на наивности. Далее просто наблюдайте, исследуйте, исследуйте, смотрите. И вы увидите либо подтверждение своей теории, либо нет. Вот и всё. По сути, ваши слова о том, что, о чём со мной общался, я же там не выходил из квартиры. Далее, по сути, оправдание там этого ничем не интересует. Вот. Ну, поверьте мне, тут вы ничем не интересуетесь, никак не относится к вашему состоянию, к вашему положению. Потому что вы на коляске, и к тому, что вам не хватает денег на танцы. Можете мне поверить. Это разные вещи. Так что, вот, в этом направлении, в этих двух направлениях вам и нужно двигаться. Могу помочь общению, нужно учиться. Вот. А действительно учиться сперва лучше, наверное, индивидуально. Так что, выбирайте себе эксперта. Считайте профили экспертов. Вот. И... Начинайте работать. Вот. От себя могу сказать, что, если решите обратиться ко мне, то вам я могу сделать скидку за 200 рублей. 200 рублей могу вам сделать скидку, если хотите. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Аммм... Я рекомендую изучить вам треугольник Карпмана. Вот. И найти себя в нем. А я вам желаю всего самого доброго и удачи. Амм. Продолжение следует...